Я думаю, что многие хотели бы сравнить Minecraft Pocket Edition с игрой SerialCraft 2. Что ж, друзья, приветствую вас на данном видеоролике, где мы сравним две совершенно разные игры, но всё же чем-то они похожи. Начнём мы с интерфейса. Что ж, друзья, первое, что, конечно, бросается в глаза, это интерфейс Майнкрафта. Он совершенно другой. Во-первых, наверху мы видим лого нашей игры, а также видим шесть кнопок. Друзья, первая кнопка ведёт нас играть. Есть также кнопка настроек, где можно настроить игру по себе и выбрать текстуры, друзья. Также здесь мы можем выбрать себе и скин, что довольно классно. Есть, конечно, и генератор мира, где мы можем создать свой мир. Но генератор ограничен, и, друзья, создавать мы сможем мало чего, но мы сможем устанавливать текстуры. Что ж, теперь переходим к интерфейсу SerialCraft. А также хочу обратить внимание на загрузку SerialCraft. Она представляет собой лого-разработчика. Что ж, наверху также лого нашей игры. Есть кнопка играть, есть кнопка установка текстур, модов, есть настройки, есть помощь. Но, собственно, самая полезная это помощь, где мы можем узнать крафты. К сожалению, такого в Майнкрафте нет. Вот и зря. В контенте мы можем скачать текстуры, установить текстуры, можем также скачать себе и скин. На строчках мы можем изменить себе размер кнопок, изменить графику, изменить многое чего. То есть, всё то же самое, что есть в Майнкрафте. В разделе одиночной игры мы можем создать мир. Но генератор мира здесь намного продвинут. И, друзья, Майнкрафт в этом роде уступает SerialCraft. Что же, мы можем здесь выбрать также текстуры, скин, можем выбрать, что будет генерироваться, какой мир, какой режим. И режимов здесь очень много, их 5, друзья. И это просто замечательно. Сразу пока делаем вывод, что SerialCraft намного лучше, чем Майнкрафт. Что ж, переходим дальше. Что же, теперь мы приходим к погоде. Как видим, в Майнкрафте видны частицы дождя. Также, облака и фон, небо, изменились на серую пелену, друзья. И всё стало унылым. Ну а дождь выглядит просто замечательно. Особенно частицы, которые приземляются на блок травы. Ну, собственно, можно сказать, что погода пока что прекрасная. Ну а теперь пора сравнить погоду в игре SerialCraft. Что ж, теперь мы пришли к SerialCraft. Вот у нас идет дождь, мы видим, что небо также стало серым. И капли здесь более крупные. И мы видим, что у нас сверкает молния. А также начали летать птицы. Не понимаешь, что происходит. Молния сверкает довольно ярко. Если вы играете в наушниках на полной громкости, то эта молния вас может даже оглушить. Поэтому во время дождя рекомендую убавить немного звук. Что касается капель, которые приземляют центровую, к сожалению, частиц от них нет. Именно вот в этом плане SerialCraft выступает в Майнкрафту. Что ж, теперь переходим к оптимизации. К сожалению, оптимизация в Майнкрафте очень слабая. Поэтому при дальности видимости 4 чанка Майнкрафта дает FPS 60 кадров. Но при движении этих кадров опускается до 30-20. Что очень печально. И все это при высокой графике. Если же включить максимальную дальность видимости, то FPS, стоя в опроводочном мире, будет достигать не более 30 кадров. Но при движении всего лишь 15, что очень мало. Что ж, теперь посмотрим, насколько хороша оптимизация SerialCraft. Здесь же дела обстоят намного лучше. При перерисовке 64 блока при максимальном качестве графики, FPS задает около 70 кадров. Продвижение FPS падает всего лишь до 60 и не менее. Что довольно хорошо. Также, друзья, если вы поставили маленькое качество графики, а ваше Android устройство поддерживает более высокое качество, игра вам об этом сообщит. А также, если вы поставите более мощную графику, но телефон ваш не поддерживает, то игра, опять же, об этом сообщит. Поэтому, друзья, в этом плане, конечно, выиграет SerialCraft со своими 70-60 кадрами. Это, друзья, прорисовка 64 блока. То есть, как вы знаете, 15 раз больше, чем в нашем ванильном Майнкрафте. Что ж, друзья, теперь переходим к графике. Что ж, вот такая графика у нас же в Майнкрафте. Вот такой закат, опять же, в Майнкрафте. Облака довольно красивые, но, друзья, то, что вы увидите в SerialCraft, вы это не увидите нигде, кроме шейдеров на Майнкрафте ПК. Что ж, друзья, пора перейти к самой шикарной игре с шикарной графикой. Как же происходит закат SerialCraft? Вот вам ответ, посмотрите на экран, и это просто замечательно. Облака настолько детализированы, что глаза завидуют этой графике. Солнце просто круглое, и от него исходят вот такие довольно прикольные частицы. Небо красное, как и положено ему быть. В собственной графике в SerialCraft мы можем поставить 10 баллов, а что касается Майнкрафту, около 6 баллов с плюсом, друзья. Но всё же, Майнкрафт это легендарная игра, ну а SerialCraft ворвалась в рынке продаж совершенно недавно. Но, друзья, она этого заслуживает, поэтому обязательно ставим лайки и Майнкрафту, и SerialCraft. Но эти сравнения доказывают, какая игра лучше. Теперь вы можете сделать вывод. Я знаю, что у каждого будет свой вывод. Но всё же, мой путь лежит к Майнкрафту. Поэтому, друзья, сказать, что SerialCraft лучше Майнкрафта, или Майнкрафт лучше SerialCraft, я не могу, потому что это обе игры с разным смыслом, с разным игровым процессом. Но сравнить их можно, друзья. Но всё же сказать, кто лучше, невозможно. Поэтому, друзья, если вам понравилось видео, обязательно ставим лайки и подписываемся на канал. Ну, собственно, с вами был я.